Скажите, а почему вы так припарковались, что из-за вас вынуждены машины вылезать на встречную полосу? Как вам вообще вот эта территория, вот с точки зрения удобства для пешеходов? Очень хорошо, но пешеходам очень плохо. Тут вот кончается тротуар, перешел и туда. Ну понятно, а вот... Я бы хотел, чтобы безопаснее было. Вот он у нас школьник. Хотелось бы, чтобы здесь... Ничего не селось, тут прямо машин встал. Не, вы вот... Надо бороться и требовать, чтобы нам, пешеходам... Потому что город, он для пешеходов устроен, он не для машин. Потому что вот остановки автобусной здесь нет где-то. Она написала тоже, что остановки не будет, остановка здесь по требованию, но я тоже не согласен. Должна быть остановка. Народ там много живет. Конечно. Ну, я буду так и писать. Здравствуйте, друзья. Это Анапа. Сегодня у нас 5 февраля 2019 года. И сегодня видео будет интересно тем, кто следит за ситуацией вокруг МФЦ и по детскому переулку. Вот. Как вы знаете, я писал жалобу... Я писал жалобу в администрацию города-курорта Анапа. И вот буквально какого числа, ну, не разборчиво, первого, по-моему, первого числа мне был отписан ответ за подписью заместителя, заместителя главы муниципального образования города-курорта Анапа, Бузуновой Анжелики Аршалуисовны. Вот. И сейчас я вас с этим ответом познакомлю. Вот он, как выглядит. Итак, друзья, моя жалоба касалась вот участка, на который мы сейчас здесь вот заходим. Заходим. Это вот эта вот площадка, территория возле, напротив МФЦ. Вот этот вот тротуар, который... Вот вы его здесь назвали... Сейчас я прочитаю, как. Итак, вот, значит, заместитель главы мне сообщает. Уважаемый Александр Мефодьевич, администрации муниципального образования город-курорт Анапа, рассмотрено ваше обращение от 9 января 2019 года, номер 31.1, П-18. Об отсутствии пешеходных зон, остановочного пункта и пешеходного перехода в районе здания по улице Шевченко, 288А, в городе Анапе, поступившее на виртуальную приемную. Да, ну, тут как бы можно уточнить, что на самом деле это Шевченко, 288А, корпус 2. Потому что тут несколько всяких зданий с этими литерами. Итак, значит, Бузунова сообщает. По результатам рассмотрения, информирую, что пешеходные зоны для передвижения пешеходов обустроены по фасаду здания и в разных уровнях с проезжей частью дороги. То есть вот она имеет в виду вот этот вот тротуар, она называет это тротуаром. Вот. И... Но мне кажется, это, конечно, напоминает тротуар, но не совсем. Во-первых, здесь вот неудобно ходить, потому что летом, особенно, когда работают кондиционеры, вот с этих вот всех трубок, со всех этажей начинает просто настоящий дождь. Вот. Ну, это одно неудобство. Во-вторых, вот я сейчас двигаюсь по этому тротуару, действительно, моя цель, это магазин «Пятерочка». Вот я иду в магазин «Пятерочка». Во-первых, конечно, если представить, что у меня еще коляска, там и тележка, то там вот, конечно, вот в той стороне нет пандуса, но это ладно, это полбеды. Во-вторых, вот мы, когда движемся по направлению, и тут вот встречаем вот эту вот входную группу, которая устроена МФЦ, это такой вот как бы тамбур. Получается, что? Ну, получается, что если женщина идет с коляской, то ну куда? Здесь где-то, здесь парковка, тут не сойти, пандуса нигде не видно. И она проходит, вот, приходится ей вот так вот открывать, то есть, получается, что она открывает дверь, проходит сюда. Хорошо. Вот. Потом, значит, она проходит сюда. Тут всегда людно, понятно. И здесь вот мы видим ступеньки, и вот он, пандус. Видим пандус, то есть она съезжает вот сюда по этому пандусу. Вот. Тут даже написано, смотрите, проезд для колясок. Вот. И все, вот выезжает она сюда, и выезжает она куда? Выезжает она на проезжую часть. Вот смотрите, вот одна машина приезжает. Вот. Вот вторая машина подъезжает. Ну, куда пройти? Абсолютно вот такая дилемма. Вот. То есть, выходит, вот здесь еще раз показываю, опять здесь вот проезд для колясок. Ну, понятно, это может быть, имеется в виду, кто там на автобусе с низким полом подъехал, или там как-то выгрузил эту коляску из автомобиля. Вот. То есть, получается, что, ну, здесь нету, больше идти некуда. Только под колеса автомобиля. Смотрите, какое интенсивное движение. Вот. Ну, куда здесь пройти с коляской? Как пройти просто пешеходу? Абсолютно непонятно. Хорошо. Если даже она здесь не съедет, а пройдет, вот как пишет уважаемая Бузунова по фасаду здания, хорошо, вот тут можно доехать. Вот. Конечно, тут тоже магазины. Вот люди выходят. Вот даже лавочка есть устроена. То, опять же, вот она сюда подъезжает. То есть, я сейчас и говорю о группе маломобильных граждан. Туда можно ехать, а ей, допустим, в магазин. Вот. Ну, и куда она? Скажите, вы, извините, в этом доме проживаете? Нет. Нет? Как вам вообще вот эта территория, вот с точки зрения удобства для пешеходов? Очень хорошо, но пешеходам очень плохо. И нет стоянки для МФЦ, вообще нет стоянки. Мало и для фирмы вот эти вот все. Подъезжать надо заранее, все за очередь занимаешь заранее. Все из-за МФЦ. А что бы вы вот сказали, если здесь устроить платную автостоянку? В Анапе, по-моему, все платное. Ну, в Анапе сейчас вводится 15 платных автостоянок. Там стоимость, вот говорят, будет 50 рублей. Ну, вот здесь, я думаю, тоже было бы здорово. Ничего страшного. Будет здорово, но будут все стоянки во дворах, потому что бесплатно. У нас сами аннеобщане очень бедные, а все приезжие, конечно, с деньгами. А мы будем прятаться во дворы и будем стоять все равно бесплатно. А вот эти вот автомобили, вы как думаете, они стоят... Они стоят, это работают здесь люди, потому что очень много фирм. Это парковка или нет? Я считаю, что это парковка. А как вы думаете, вот город обязан предоставлять бесплатное место для парковки? Ну, это же территория дома. Я, если я в квартире буду здесь жить, я, конечно же, здесь поставлю свою машину. Бесплатно должна я здесь стоять, правильно? Ну, извините, тут квартир, наверное, 200. Вот поэтому в Анапе не могут строить. И 200 машин, а машин стоят всего лишь 20. Анапа, это же деревня, это же не город-курорт. Ну, да. А деревня у нас, да. Понятно. И остановки здесь нет, плохо ничего не сделали. Ну, вот Бузунова пишет ответ, я вот ей писал письмо, она пишет, что по вопросу отсутствия остановочного пункта информирую, что согласно схеме движения общественного транспорта по муниципальному городскому маршруту регулярных перевозок в районе дома 228А, корпус 2 по улице Шевченко, отсутствует остановочный пункт для общественного транспорта. Посадка-высадка осуществляется по требованию пассажиров, если это не угрожает безопасности дорожного движения. Угрожает она все время, потому что здесь, вот как мы можем здесь остановиться, маршрутку, если оттуда машины, оттуда. Такое разве бывает? Я вроде бы обещали, что здесь... Обещают, вот. Ну, вот она говорит, что остановки не будет, то есть я вот буду повторять, да, что по требованию жителей... Очень конечно, конечно, мы требуем. В МФЦ все принимают, больше тысячи человек. А вот в магазин Пятерочку, вот как вот вы ходите? Если ходите. Но пешеходного перехода здесь нет. Очень плохо, очень плохо. Ну вот 24-й, но счастливого пути вам, да. Хорошей борьбы. Да, спасибо. Вот 24-й маршрут подъезжает. И сейчас люди будут садиться. Вот, и поехали. Ну, а я как раз... Они, конечно, вот задерживают движение. Вот, это раз, но это ладно. Я вообще, конечно, против устройства карманов. Вот. Ну, а пешеходный переход... Значит, следующее мое требование было устройство пешеходного перехода, потому что здесь непонятно. Вот тротуар вроде бы есть от Пятерочки, вот он такой, плиточкой выложен. Но куда он выходит, он никак не обозначена зона для пешеходов. На этот, значит, на мой вопрос Бузунова отвечает. По вопросу отсутствия пешеходного перехода, информирую, что на ближайшем заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации муниципального образования город-курорт Анапа будет рассмотрен вопрос об устройстве пешеходного перехода. О принятом решении вы будете проинформированы дополнительно. Вот. Ну, это, конечно, хорошо. Но дело в том, что пешеходный переход должен будет куда-то упираться. То ли он будет, я не знаю, наискосок устроен, то ли как. Нас же с вами интересует сейчас именно тротуар. Поэтому я считаю, что тротуар здесь необходимо сделать. Вот. Именно вот здесь. То есть его можно сделать по той стороне, убрав там парковку. Вот. Конечно, нужно дорожное полотно разграничить бордюрами. Теперь, значит, вот женщина сказала, что она выставила даже в защиту вот этой парковки. Сказала, что здесь живут люди и, в общем, встала, как говорится, на защиту автовладельцев. Вот. Я считаю, что эта парковка здесь неправильная. Тут ни знака, ничего нет, что это парковка. Вот. Поэтому тут я буду еще разбираться, писать и требовать, чтобы ее запретили, эту парковку, возле вот этого здания с этой стороны. Ну, а вот тротуар. Вот тротуар. Он, конечно, узкий, но хоть такой, конечно, есть. Бузунова по этому поводу пишет. Расширение тротуара по переулку детскому, а мы сейчас как раз находимся вот в детском переулке, от улицы Тургенева до улицы Самбура, вот в ту сторону, куда я иду, вот автобус идет в обратном направлении тоже. Вот, он тоже ему, вот, ну, видимо, здесь никто не потребовал остановиться. Вот. Остановки нет. Нет, вот все-таки нет, остановился. Вот, остановился, высаживает пассажиров. Высаживает пассажиров. Вот. Ну, а здесь смотрим дальше этот тротуар. Вот. Она пишет, что расширение тротуара, ну, вот, которое я сейчас показываю, в городе Анапы техническая возможность отсутствует. Расширение тротуара в городе Анапы техническая возможность отсутствует. Вот по детскому переулку. Вот здесь сейчас мы сейчас с вами и наблюдаем. Ну, конечно, опять же, вот, смотрите, безбарьерная среда. Здесь вот человек с коляской, конечно, будет спотыкаться. Опять надо будет перевозить. Здесь тоже касается и вот здесь вот. Тоже бордюр не занижен. Тоже очень неудобно. Вот. Вообще, конечно, тротуары вот так не должны быть сделаны. Он должен быть единым. То есть никаких понижений не должно быть. Это, опять же, безбарьерная среда. Ну, что здесь, трудно тротуар поднять? Совсем не трудно. Здесь вообще, кстати, черт ногу сломит. Тут непонятно, как обустроено и чья это территория. Ну, тротуар это здесь, это городская. Епархия. Ну, и вот здесь, конечно, кто-то пристроил, вот, видно же, что этот тротуар, вот этот тротуар, вот, он вот такой ширины, в принципе. Здесь-то он, видно, какой он ширины. Вот здесь хороший тротуар. Ну, здесь кто-то пристроил вот этот вот сарайчик. Вот кто пристроил? Кто хозяин? Вот тут еще лесенка такая, конечно, на второй этаж. Ну, юрист какой-то вот написано. Там юридические услуги тоже абсолютно тоже непонятно. Вот, ну, вот и все. Еще раз сейчас мы пройдем с вами по территории. Вот здесь вот есть тоже пешеходный переход. Стерся, правда. Вот, пешеходный переход. Получается, вот мы, подразумевается, что мы заходим на тротуар. Вот, там он сужается, а здесь он заставлен машинами. Вот, и пройти здесь абсолютно невозможно. Вот эти машины стоят здесь очень плотно. Если здесь все по уму сделать, тут можно, если уж надо парковаться, тогда здесь надо все пересмотреть, немножечко сузить тротуар. Сузить тротуар. За счет расширения вот проезжей части сделать, ну, парковку, чтобы они там боком как-то парковались или как. Ну, то есть здесь необязательно скорость развивать. Вот. Тут вот тоже вот для кого это сделано? Лесенка. Для кого это сделан? Пандус. Вот непонятно. Мне лично абсолютно непонятно. Если Бузунова считает, что вот по фасаду идет тротуар, вот, то... Ну, вот сюда, допустим, спустились мы с коляской. Тут даже нет вот этого обозначенного места для колясок, как вот там было сделано, возле МФЦ. Вот, и, конечно, нет пешеходного перехода. А здесь он, в общем-то, тоже, я думаю, раз здесь есть пандус, вот, должен быть и пешеходный переход. Вот. Ну, вот, девушка поехала. Ну, вот так, друзья, обстоят тут дела. Значит, какие мои будут дальнейшие действия? Я буду писать еще одно письмо на имя главы мэра Полякова. Буду теперь уже писать в районную прокуратуру о том, чтобы все-таки вот это вот место было приведено в соответствие с законом о безопасности дорожного движения. Здравствуйте. Вот вы с ребенком, вот, как вы считаете, что вот здесь вот перекресток этот безопасный? Насколько? Вы ребенка одного отпускаете, вот, в магазин, в пятерочку, там, еще куда? Ну, хотел бы, чтобы тут вот переход стоял. Ну, тут стоит, вот видите, тут есть, он просто не размечен. А вот в пятерочку. Ну, тут очень большое, ну, в пятерочку здесь нету перехода, или это в пятерочку переход сделано? Нет. Это сделано вот отсюда. Вот видите, вот, женщина даже не знает, потому что нет разметки. На знаки мало кто обращает внимания, потому что нас с детства учат по зебре ходить, да, вот, особенно дети. Ну, раньше мы тут всю жизнь живем, раньше здесь тишина и покой были. Ну, да. Вот вы правильно заметили, раньше здесь действительно не было вот этого Тургеневского квартала, и эти дома были там, я не знаю, в каком году построены. Вот, понятно, что сейчас здесь ситуация изменилась, а вот дорожное устройство абсолютно не соответствует. А что здесь можно сделать? Ну, как, я, нет, я предлагаю сделать туда тротуар. Там же много людей ходит, вот, с Тургеневского квартала. Пятерочка вот здесь появилась. А тротуар же здесь, а вот здесь тротуарчик? Вот эти вот, вот эти вот, или тротуар проложить там, вот эту парковку убрать, вот. Ну, вот здесь вот, ну, они же все заезжают тут, и во двор этого дома. Они же все тут заезжают. Ну, а проезжая часть-то останется. Вот здесь машины вот эти вот, тут постоянно, все же сюда. Тут вот кончается тротуар, перешел и туда. Ну, понятно, а вот, а как вот... Я бы хотел, чтобы безопаснее было, вот он у нас школьный. Тут ничего не селось, тут прямо машин встал. Не, вы вот, надо бороться и требовать, чтобы нам, пешеходам, потому что город, он для пешеходов устроен. Он не для машин. Для детей. Дети на машинах не ездят. Вот. Вот вчера вот в Анапске сбили ребенка на пешеходном переходе. На пешеходном переходе. Поэтому, вот, я борюсь за то, чтобы у нас машины ездили аккуратно. И чтобы, конечно, было, вот, где пешеходам ходить. Ну, спасибо вам. Пожалуйста. Ну, вот, еще раз про этот вот пятерочка. Вот здесь так вот сделано. Тут, как бы, сделано две дорожки. Вот одна направляется дорожка вот туда, как бы вбок. А одна, вот, как по выходу из пятерочки. Вот, кстати, тоже пандус. И все. И пошла. И куда? Вот выходит прямо на проезжую часть. Ну, вот прямо в лоб машине. Ну, это, конечно, не дело. Вот, здесь тоже. Здравствуйте. А вы здесь живете? Вот скажите, вот вам это место нравится как-то, вот, для, как пешеходу? Нравится. Ходить. Да. То есть вы не считаете, что вот то, что машины здесь ездят, а пешеходам ходить, это нормальная ситуация? Ну, пешеходный же есть переход, что-то. А тротуар? Как ходить вот туда, во двор Тургеневского квартала? Я туда не хожу, я вот здесь хожу. Ну, вот видите, вам повезло. А я вот туда хожу, и... Бузунова пишет, что вот, ходить надо по... По проезжей части. Нет, не по проезжей части, а вот по тротуару, который идет по фасаду. Вот этот, приподнятый, да. Вот этот, приподнятый. Но я считаю, что это неудобно. Тогда надо убирать вот эту вот входную группу МФЦ, потому что она мешает проходу. Допустим, женщина с коляской уже никак не пройдет. Согласен. Вот, ну, спасибо вам. Всего доброго. Да. Здравствуйте. А вы часто здесь ходите? Вас устраивает вот эта территория? Хотели бы вы как-то ее переделать? Ты можешь пешеходные переходы сделать, тротуар? Ой, мы редко ходим, да? Вы ездите на машине обычно? Да, на машине. Ну, хорошо бы вот выход прямо к восточному рынку. Я блогер, я представляю канал Альбатрос. Можно визитку вашу? Я прочитываю. Вы можете в интернете найти, у меня визитки, к сожалению, нету. К восточному рынку проходите. А вот там, да, где возле спортмастера и дальше к восточному рынку. Ну, это да, это отдельная тема, да. Меня сейчас вот это вот интересует территория. Да. А тут вот вы ходите тоже, вот вы ходите, вы практически ходите по проезжей части. Тоже же тротуара нету, это же неправильно. Ну, там это там, да. Это тоже абсолютно неправильно тротуар устроен. Ну, спасибо вам. Здесь тоже ничего нет. А вы что делаете? Видите, надо, конечно, да, мы тут сделаем все, как положено. Потому что это все, что вот здесь сейчас настроено, и машины так стоят, а людям пройти негде, это просто незаконно. Вот. Она вот написала, Бузунова, мне ответ, что она будет здесь вот где-то будут устраивать пешеходный переход, но это недостаточно. Ну, пусть они тут, в принципе, ну, они вот тут могут сделать, к магазину, но это неправильно, туда как ходить. Ну, поэтому вопросов много. Может, остановки автобусные здесь нет где-то? Она написала тоже, что остановки не будет, остановка здесь по требованию, но я тоже не согласен. Должна быть остановка. Народ-то много живет. Конечно. Ну, я буду так и писать. Вы... Да. Ну, и вот, вот мы с этой дорожки вышли, и куда мы идем? Вот упираемся сразу в эту машину, а потом идем уже все. Как говорится, на свой страх и риск между машин. Ладно, я могу пройти. Как пройти людям? Как пройти, прежде всего, женщинам с коляской? Мне сейчас не попалась ни одна женщина с коляской, ни одного инвалида, но они тоже здесь есть. Вот. Это тоже вот непонятно, где идет проезжая часть. Вот стоит машина, она вот тут видно точно, что он выперся на проезжую часть, потому что нет никакой разметки. Вот. Эти все проезжают и тоже выезжают, вынуждены выезжать на встречную полосу. Вот. Вот этот вот О412М55, вот он абсолютно неправильно стоит. Скажите, а почему вы так припарковались, что из-за вас вынуждены машины выезжать на встречную полосу? А? Сейчас уеду. Ну, не сейчас уеду. Вот смотрите. Я сейчас уеду. Он сказал, что сейчас уедет. Так, вот он уезжает. Ну, это ладно. Я же здесь не буду стоять. Я не гаишник, в конце концов. Одному сказал, а другие. Вот этот вот автобус тоже, вот автобус тоже выперся. Тут ясно, разметка для кого делается. И почему здесь вообще автобус стоит? Вообще тоже непонятно. Этот тоже на своем корабле. Тоже вот на... Видите, вот стоит. Парковка там. Он даже до стены не доехал. Тоже вот практически вылез на проезжую часть. На встречную полосу. Ну, это ладно. Ну, вот такие вот дела. Здесь тоже. Вот я... Тут тоже непонятно, как людям ходить. Все для машин все сделано. А для пешеходов, ну, абсолютно ничего. То есть, вот есть какая-то там. Ну, как, здесь вот не пройдешь. Тут вроде бы как такая хорошая площадка. Понятно, туда-туда-туда. И здесь, понятно, здесь вообще не пандуса, ничего. Здесь тоже. Тут тоже парковка одна. Вот все, парковка, парковка, парковка. Причем там... Здесь вот сделали непонятные столбики, поставили. Вот. Но это, видимо... Вообще не понимаю назначение этих столбиков. Хорошо бы, если бы тротуар был огорожен. А вот сейчас спросим человека с коляской. Здравствуйте. Вы тут живете? Здесь нет. Нет? Нет. Я вот смотрю, вы с коляской. Как вот вы сейчас... Удобно вам здесь вот ходить вообще? Здесь? Да. Да нет. Ну, вообще поднимается удобно, но то, что ставят там неудобно, конечно. То есть вы, как бы, вас вот этот вот устраивает пандус, да, но... Нет, пандус устраивает, просто стоянки нету здесь. Я смотрю, здесь одни инвалиды ставят. Стоянка-то есть, люди. А как бы вы смотрели, если здесь вообще убрать эту парковку? И устроить просто нормальный тротуар? А машины где будут ставить? А о машинах вы... У вас что, машина есть? Вы о машинах не думаете. Конечно, на машине вот нам пришли. Ну, это хорошо. Мне приезжать, например? Нет, ну, у нас обычно люди с ограниченными возможностями пользуются льготами. Для них специально даже выделяются парковочные места, и они там... вопросов нет. Вот парковочные места здесь все выглядели. Если там полностью убрать парковку, это нам придется откуда-то бросать машину и идти. Мы живем далеко, поэтому только на машине есть. А вы приехали в МФЦ, да? Конечно. Ясно. Нет, ну, это ничего страшного. Если парковка будет, в МФЦ должна быть парковка. Я говорю... Можно здесь парковку только для инвалидов? Можно сделать. Для инвалидов, там, для ветеранов, которых мало осталось, да. Да, взяли. Ясно. Я вообще не понимаю, как вот здесь люди ходят. Вот туда вот. То ли это парковка... Если бы им поставить шлагбаум? Шлагбаум, ну, все. Ну, это их, конечно, за забота. Ну, ладно, спасибо вам. Так, ну, ладно. Ну, все. Вот такой был мой репортаж сегодня. Вот здесь вот тоже вот эти столбики поставили. Вот непонятно, то ли это... Ну, понятно, что здесь, да, здесь хорошо. Можно ходить, но тут вот, допустим, тоже сломали столбики. Вот. В общем, здесь вот тоже снесли столбики. И для чего их вообще делали. Ну, вот, друзья, вот такой у меня был репортаж. Я повторяю, что мной получен ответ от заместителя главы муниципального образования города Курорт-Анапа Анжелики. Ашелуизовный, такое у него отчество, Бузуновый ответ. Вот. Который меня нисколько не удовлетворил. И я буду делать повторный запрос. И, конечно, буду писать в прокуратуру, потому что вижу здесь вот, ну, явное нарушение закона о безопасности дорожного движения, который приоритетом ставит жизнь и здоровье граждан. Все. Надеюсь, вы меня поддерживаете. Пишите в комментариях. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч. До встречи.